Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в стенах величайшего дворца скейтбордического и сноубордического катания магазина Сквот, что находится на станции метро Даганская в Москве. Приезжайте, заходите, может быть, даже увидите, как мы здесь снимаем наши шедевры. Сегодня очень интересное видео. Вы знаете, я люблю рассказывать про какие-то интересные коллаборации, про одежду, еще что-то, но все-таки моя большая страсть, не побоюсь этого слова, это, конечно же, кроссовки. И когда у нас есть интересные кроссовки, мне в несколько раз еще интереснее про них рассказывать. И сегодня тоже будет интересная кроссовочная коллаборация классического, не побоюсь этого слова, скейт-брэнда Лакай и скейт-брэнда Думсейрс. Поэтому не переключайте ваши YouTube, Rootube, ТВК-каналы, мы вам расскажем про них много и интересно. Ну, про Лакай, в принципе, мы уже вам говорили. Я думаю, что как-нибудь вернемся и сделаем обзор по новой коллекции этого бренда. Но сегодня хочется поговорить немножко про Думсейрс. Думсейрс – это очень интересный бренд, который зародился в городе Сакраменто, в солнечном штате Калифорния, в Соединенных Штатах Америки. И это бренд, который был основан скейтером Амаром Салазаром. Мне, кстати, когда я это узнал, стало интересно, потому что Амар Салазар – это человек, у которого вообще были даже собственные именные кеды от бренда Nike SB. И то, что он делает, его бренд делает коллаборацию с Лакай, ну, по меньшей мере, это интересно. Хотя, с другой стороны, если вспомнить, были еще какие-то компании, сейчас точно не вспомню, может быть, вы в комментариях напишите, которые тоже как-то были аффилированы и с Лакай, и с Nike. То есть, они друг другу, что называется, не противоречили. Вспомните, мне кажется, такие были, хотя, может быть, и ошибаюсь. А мы поговорим немножко подробнее про бренд Думсейрс. В принципе, бренд Думсейрс – это такая вот вещь, которая, что называется, вещь в себе, которая уже название говорящая, омен эст номен, как говорят у нас наши латинские умершие товарищи. То есть, вся сила в имени, или как-то так. Ну, в общем, в любом случае, Думсейрс переводится как предвещающий гибель, как люди, которые говорят, что мы все умрем. В принципе, это даже написано на коробках для этой коллаборации. Вот, we are doomed, то есть, мы прокляты, мы все умрем, все, все плохо. Вот, еще название Думсейрс. Плюс у бренда есть еще такой, ставший их визитной карточкой, рисунок, который называется Snake Handshake, то есть, рукопожатие со змеей. Ну, здесь тоже какие-то отсылки к рептилоидам, которые нами всеми управляют. И вообще, если посмотреть, кстати, на графику, который использует в своих релизах бренд Думсейрс, это чаще всего что-то как раз связанное с теневым правительством, Нибуру, рептилоидами, третьим глазом, над нами всеми управляют. В общем, такой агент Малдор на скейтбординге и на максималках. В принципе, это отразилось и в тех же самых совместных с Лакай Кеда. Ну, сначала посмотрим на коробочку. Очень красивая коробка. Вот это вот Snake Handshake, Думсейрс название. Здесь напоминание о том, что все мы умрем. Здесь у нас еще раз такая замечательная змея с логотипом Лакай, тоже названием Думсейрс. И сама коробка. Тут сразу нужно сказать, что у нас представлены сразу три различные модели, о которых мы сейчас и расскажем. Обожаю такие анпеккинги, Лакай, в принципе, никогда не скупитесь на то, чтобы сделать интересный релиз по тому, как он выглядит. Открываем. После красивой коробочки у нас еще есть вот такой, тадам, проспект, в котором рассказывается немножко про совместную коллекцию. Видно, что здесь она достаточно особширная еще и в том плане, что касается одежды, которой, к сожалению, у нас пока еще нет. Ну, ладно. И есть у нас даже вот такой плакат. Как говорится, любите ли вы статический синематограф, как его любим мы? Кстати, если вы любите не статический синематограф, а классический синематограф, то обязательно ознакомьтесь с видео, которое Лакай и Думсейр сняли для этой компании. Это не какое-то промо-видео со шмотками, знаете, такое модное, там, тадын, 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 там, ха! И немножко показали логотипа. Нет, там настоящее небольшое скейт-видео, но очень атмосферное, очень клевое, с очень потрясающей музыкой. В общем, все, как я люблю. Однако, переходим к самим кедам. Высокая модель, модель Телфорд. Ну, здесь у нас тоже нету каких-то супер-изысков, хотя, может быть, это тоже хорошо. В этом, кстати, прелесть очень многих коллабораций скейт-брендов, что есть просто классический логотип, как-то он обрабатывается, и каких-то супер-извращений ребята не делают. Ну, в принципе, это тоже, наверное, интересно. Здесь у нас на язычке есть вот этот вот рукопожатие со змеей. Оно же у нас присутствует и на пятке. Сейчас достаем второй кроссовок и видим уже полностью вот это вот такое рукопожатие. Привет, я рептилоид. Привет, рептилоид. Давай убьем всех землян и будем у русских красть деньги. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Такое вот темное правительство. Ну и тоже интересная такая стелька, на которой написано, что мы все умрем. В принципе, хорошие, высокие, не побоюсь этого слова, демисезонные кеды. А, еще замечательный момент. Обработка кожи здесь сделана под кожу рептилий. Тоже отсылочка небольшая к змеям, к рептилоидам. Мы все умрем, друзья. Кстати, какие еще другие коллаборации, вы помните, которые связаны с теориями заговоров? Тоже напишите в комментариях, будет прикольно услышать. А мы переходим ко второй модели, модель Манчестер, которая у нас уже низкая. Тоже у нас есть замечательный этот. Та же самая у нас картинка. Я надеялся, что в разные модели разные плакатики, но нет, решили, что хрен с вами. Хватит и одного на всех. Тоже желтая кожа рептилоидов. Здесь у нас, правда, хендшейк. То есть рукопожатие со змеей изображено на стельке, а на пяточке у нас здесь написано Sayers. Соответственно, я вангую, предполагаю, предполагаю, вангую, что на втором в кроссовке будет написано Doom. Не знаю, правда или нет. Посмотрим, смог ли я предугадать. Ребят, ну я где-то даже ванга. Вот, такие вот уже более спокойные желтые в черном кеды с тоже основными логотипами второго бренда, с которыми есть коллаборация. Удобные, тоже очень прикольные. И тоже, кстати, сделанные под рептилию. И остается у нас третья модель. Модель под названием Newport. С тем же самым. Посмотрим, а вдруг здесь новое. Интересно, да, что идиотизм это повторять одно и то же действие и ожидать разных результатов. Посмотрим, идиот я или нет. Я все-таки, наверное, ближе к идиотам. А может просто веселый и хороший человек. В наше время эти вещи, они идут рядом. А мы переходим к третьим кедам. Ну, здесь у нас, в принципе, очень похожее на то, что мы видели на предыдущей модели. Только здесь у нас уже кожа рептилоидов осталась только на пяточке. Осталось здесь же Doom Sayers. Осталось здесь рукопожатие с рептилией, со змеей. Напись Doom Sayers под логотипом Лакай. И вот такая вот еще интересная, тоже имеющая отношение к такому всемирному заговору стелечка VR Doom. Если мое персональное мнение, ну, конечно же, я больше такой традиционалист, поэтому вот эти вот замшевые кедики с такой замечательной белой подошвой, с желтой вот этой, и цветом понравились мне больше всего. Я, наверное, всей коллаборацией выбрал бы их. Может быть, если вы катаетесь на скейте, вам больше понравится другая модель, или вам понравились высокие кеды. Ну, вот это вот мои маленькие фавориты. Вот такая вот небольшая коллаборация. В принципе, приятно, что сделана целая совместная коллекция, и, с одной стороны, все достоинства скейт-обуви, и все достоинства графики, и идей, которые толкает у нас бренд с Doom Sayers, соединились в одно целое, и получилась вот такая вот замечательная, милая коллекция, с которой вы можете ознакомиться как в этом магазине, так же на сайте склада. Задавайте вопросы, напишите, о чем хотели бы, чтобы мы еще сняли свои обзоры. Мы обязательно к этому прислушаемся, и, может быть, даже скляшем. С вами был Дмитрий Егоров. До новых встреч. Занимайтесь скейтбордическим и сноубордическим катанием. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok